Йога судьбы. Вначале я хочу сказать пару слов о том, о чем пойдет речь в этой книге. Мы поговорим о судьбе и древних методах, дающих власть над ней. Я хотел назвать книгу карма-йога, но книг с точно таким же названием несколько. Понятие кармы очень насыщенное, но если бы этот термин нужно было переводить одним словом, то судьба подошла бы наилучшим образом. Поэтому я перевел санскритское слово карма как судьба, так карма-йога стала йогой судьбы. Обычно под йогой понимается комплекс упражнений для достижения здоровья, молодости, тонуса. Упражнения физические, дыхательные и ментальные. Но как только человек начинает изучать йогу, он обнаруживает некие слои, глубинные пласты. И оказывается, что йога — это не просто физкультура, а некий особый стиль жизни, философии и взгляда на Вселенную. Сразу нужно подчеркнуть, йога работает с субъективной Вселенной, поэтому бессмысленно обсуждать, истинная или нет философия йоги. Это особый взгляд на мироздание. И когда ученик начинает жить согласно этой философии, она помогает учебе в йоге, дополняет физическую сторону. Физический прогресс, здоровье и омолаживание, тонус и энергия, все это достигается гораздо интенсивнее, если к физическим упражнениям добавлены другие компоненты, вроде правильного ментального состояния, правильного отношения к жизни. Как написано в одной древней книге, от практики йоги приходят знания. Знания, в свою очередь, помогают практике йоги. Тот, кто совмещает практику и теорию, достигает совершенства. Иными словами, ученик, изучающий йогические книги, живущий и работающий согласно их принципам, достигает результатов в физических упражнениях и медитациях. Физическим телом занимается хатха-йога, комплекс физических упражнений. Нервную систему и физиологические процессы приводят в равновесие раджа-йога, состоящие из дыхательных и умственных упражнений. А карма-йога, та грань йоги, которая исправляет судьбу человека. Карма-йога не является чем-то отдельным от практики йоги. Каждый человек, увлекающийся йогой, должен уделять внимание и карма-йоге, чтобы его практика была эффективней. Недаром классическая йога начинается с ямы и не ямы, первых двух ступеней, не имеющих ничего общего с физическими упражнениями. Это этические правила, то, что можно делать и что несовместимо с йогой. Чтобы понять, что такое карма-йога, нужно условиться о термине йога. Управление, обуздание, владение — все эти слова подходят. Так что книгу я мог бы назвать «Управление судьбой». Но, боюсь, название уж очень станет похоже на разные семь шагов для достижения успеха и прочие руководства для массового потребления. В древних писаниях на йогу смотрят чуть иначе, чем в современном мире. Для древних йога была лишь средством достижения свободы, а все остальное добавилось позднее. И то, чем является йога на сегодняшний день, очень и очень далеко от древнего понимания этого явления. Давайте посмотрим на йогу глазами древних, тогда деление йоги на карма, пхакти, джнана или раджа-йогу, предстанет в совершенно ином свете, с другой грани. Итак, йога — это марга, путь достижения, единение неких усилий для достижения свободы. Я специально привел санскритский термин «марга», ибо понятие йога на данный момент совершенно иное, чем должно бы быть. А вот «марга» — непривычный термин и поможет сформировать новый взгляд на это явление. Повторим, йога — это марга, путь, путь к свободе. Теперь мы должны понять, о какой свободе идет речь. От чего нужно освобождаться? Мы являемся сложными существами. В нас есть и низшее, и высшее. Йога ставит идеал, безраздельное владение тем, что должно подчиняться духу, то есть нашим организмам, нашей психикой. Читатель должен четко осознать, что йога разделяет психику и человеческое «я». Ум точно такой же инструмент для духа, как тело, поэтому должен быть в абсолютном подчинении. Но на деле люди являются лишь номинальными владельцами своей психофизики. Более того, человек — раб своих страстей, привычек, ограниченности. Когда мы слышим, что йога стремится к освобождению, то в первую очередь подразумевается именно такая свобода. Согласно йогической философии, у нас разные грани, начиная от самых грубых, физических, и заканчивая тонкими, психическими. Да и сама психика неоднородна. Есть эмоциональная часть, есть логическая. Йога называет нашу непостоянность и многогранность гуннами или составляющими пластами. Три гунны, три составляющих нас — это смысл, энергия и масса. Они складываются в самые разные комбинации, образуя 25 уровней нашего бытия. Многоуровневость — самый грубый, приближенный, неточный образ системы гунн. Но в данное произведение я не внесу психологию йоги и систему гунн, он описан в моих прежних работах. Теперь же остановимся на грубейшем и приблизительном варианте. Гунны — это атрибуты сущего. Масса, энергия и тот смысл, который они составляют. Во всем есть составляющие этих трех качеств. Гунны словно нити, и из этих нитей сплетена вселенная. В санскрите есть термин протхана — ткань бытия. Протхана, по сути, представляет собой смесь массы, энергии и некой идеи, то есть некой суммы, значение, в которую складываются материя и энергия. На космическом ли это уровне или на микрокосмическом? Но ткань бытия, или протхана, является основой всего. Наш психофизический организм — тоже часть протханы. Все, что тонко и осмысленно в нас имеет больше саттв или чистой гунны — смысла. Энергетические процессы, страсти и эмоции имеют повышенное количество раджаса, второй гунны — энергии. Есть еще масса и процессы, происходящие на физическом плане, вроде пищеварения, выделения и т.д. — это гунна-тамас, масса. Так вот, марга или практика, путь — это усилие освободиться от влияния трех гунн, освободить дух от протханы. Ягическая психология допускает нечто высшее, некого видящего свидетеля. Этот свидетель — наше настоящее я, субъект. Все остальное, протхана со своими процессами — это объект. Протхана удерживает дух словно сетями, сплетенными из трех гунн. Цель человеческого бытия — освободиться от волокон протханы, словно птица освобождается от сети. Вот очень короткое описание сути марги. Марга — все то, что предпринимается для освобождения. Если дух не может вырваться из сетей, он должен стать сильнее, должен разобраться, как использовать эту силу, должен изучить сеть, изучить то, как он впутан, чем его держит, что и как нужно освобождать. Вначале мы должны понять проблему, понимание проблемы уже само по себе является решением проблемы. Понимание — есть деяние недеянием. Зачем все это? — спросит читатель. Из-за страдания будет ответ. Люди несчастны. Они ощущают неудовлетворенность, и как бы ни пытались избавиться от нее, это им не удается. Императоры, гениальные ученые, поэты и актеры, достигающие высот власти и признания, обнаруживают, что они обмануты, что их неудовлетворенность не развеяна достигнутым. Вот так все просто. Мы страдаем, испытываем дугху, неудовлетворенность. Поэтому и ищем путь, средство избавления от страдания. Мы не удовлетворены бытием. Если бы были удовлетворены, йога-марга потеряла бы смысл. Смысл пути — уничтожить дугху, эту неудовлетворенность. Освободиться от страдания. Древние тексты предлагают свой рецепт. Этот рецепт — йога, подразумевая под йогой маргу комбинацию разных компонентов практики, ее эмоциональную, логическую и волевую составляющие. Ученик должен совершенствовать все грани своей натуры, а не только физическую или умственную. Так вот, все эти бхакти-йога, раджа-йога, карма-йога и прочие йоги — это разные аспекты единой марги, единого пути. Мне показалось, что в прошлых работах я недостаточно уделил внимание именно карма-йоге. Поговорим о ней. Представим человека, который погрузился в йогу и стал учеником. Он живет согласно предписанием, называемыми «яма и не яма», искореняет в себе агрессию, страсти, молится, если религиозен, медитирует, выполняет физические, дыхательные и умственные упражнения, изучает литературу. Иными словами, этот ученик совершенствует три грани своей натуры — эмоциональную, логическую и волевую. Но ведь каждый из нас — существо социальное. Мы живем в обществе, имеем обязанности в семье, несем ответственность за детей, работа является частью нашей жизни. Так вот, древние писания все это также включили в путь. В итоге мы имеем карма-маргу или карма-йогу. Карма-йога — это некий способ не запутываться в сетях Пратханы, несмотря на бурную деятельность в ней. Возможно ли такое? Да, йога утверждает, что нет необходимости удаляться от мира для достижения истины. Можно переключить сознание в такой режим, что оно будет чисто и безмятежно среди бурной деятельности в миру. Это и есть секрет карма-йоги. То, о чем пойдет речь в дальнейшем — некая тайна. Тайна, состоящая из двух частей. Как не накапливать дурную карму, и как накапливать благую карму. Как это можно осуществить в реальности? Можно ли жить, работать, действовать в социуме и параллельно оставаться свободным от всего этого? Карма-йога утверждает, что можно. Есть очень простой механизм, отвечающий за то, чтобы запутывать нас в сетях кармы. Этот механизм — инграмные записи или аффекты. Каждый наш поступок оставляет некое семя, инграмную запись — самскару. Самскары и васаны — следы прошлой нашей деятельности, словно узлы в рыболовной сети, ими переполнен наш тончайший психический пласт. Наше каузальное тело, перерождающееся из инкарнации в инкарнацию. На санскрите, васаны и самскары — бессознательные впечатления, тончайшие следы всего того, что мы передумали, сделали, пережили и даже вознамерились сделать. Они представляют собой привычку или влияние прошлого на настоящее, проявляющееся как рефлекс-автоматизм, шаблонная привычная реакция на вызов. Эти инграмные записи — словно семена, и каждое семя должно прорасти. Иными словами, каждая выкуренная сигарета желает повториться. Любой поступок или даже намерение оставляет такой инграмный след. Помните, Христос говорил, что грех одинаков от исполненного действия и от намерения. Карма йога учит способу действия, не оставляющему инграмные следы. Секрет — отказ от плода поступка. Оказывается, привязывает не сам поступок, а наше отношение к поступку. Иными словами, важен акт, а не факт. Чтобы пояснить это, вспомню эксперимент с двумя группами испытуемых. Обеим водили морфий на протяжении некоторого времени. В одной группе были больные, выздоравливающие после операций, и им морфий был необходим и назначен врачом. Во вторую группу входили добровольцы, они принимали то же количество препарата, только без всяких назначений, для кайфа. Результат эксперимента очень показателен в отношении кармы и ее механизма. Зависимость не возникла у первой группы, а вот у второй возникла ломка. Похожий пример. На съемках знаменитого сериала секретные материалы актеру, играющему отрицательного героя, приходилось все время курить. Оказывается, этот актер в жизни не курит. И, несмотря на то, что он много курил во время съемок, у него не возникало никакого желания покурить в другое время. Наверное, у иного человека, выкурившего столько же сигарет ради удовольствия, неизбежно возникла бы зависимость и привычка. Но наш актер относился к курению по идеалу карма йоги, он делал это ради фильма, ради работы, а не для расслабления. В обоих случаях налицо факт, принятие веществ, вызывающих привыкание. Но акт от латинского «actam e» – «сделано», «совершено», то есть отношение людей к сделанному, совершенному, разный, поэтому и результаты соответствующие. Теперь экстраполируем сказанное на всю человеческую жизнь. Карма йога утверждает, что все, что мы делали, думали и ощущали в прошлом, формировало наше тончайшее облачение души, называемое «каузальным телом» или «карана шарира». Эта субстанция, перерождаемая из одной физической оболочки в другую. Каузальным, его называют потому, что оно находится под влиянием причинной обусловленности жизненными событиями во времени, под воздействием какого-либо фактора причины, в нем происходит соответствующее ожидаемое изменение, следствие. Есть и еще одно название на санскрите – карма ашая, резервуар или хранилище кармы. Карма ашая – нематериальный, вернее состоящий из тончайшего вещества пласт, переходящий в новое тело после физической смерти. В течение жизни деятельность накладывает отпечаток на каузальное тело, оно меняется, и следующая инкарнация происходит уже зависимости от новых, приобретенных качеств, пережитого опыта. Подобно тому, как золотых дел мастер, взяв кусок золота, придает ему другой, более новый, более прекрасный образ, так и дух, отбросив это тело, рассеяв незнание, притворяется в другой, более новый, более прекрасный образ, читаем мы в Упанишадах. Ибо мысль – это круговорот бытия, пусть человек усердно очищает ее. Какова его мысль, таким он и становится, вот извечная тайна. Ибо с успокоенной мыслью он уничтожает плоды добрых и недобрых дел. Так происходит реинкарнация, душа блуждает в материи, рождаясь вновь и вновь. Это называют сансарой, чередой существования. Йога утверждает, что жизнь – не самое достойное бытие для духа, что есть бытие иное, более возвышенная, свобода. Дух может жить, мыслить, испытывать удовольствие без помощи материи или протханы. Блаженство, бытие и осознанность – вот существование духа, его атрибуты. А материя лишь искажает эти атрибуты. Забывшись, дух пытается найти отражение вечности, блаженства и прочего в материи. А там нет ничего вечного. Это ошибка в векторе поиска. В материи просто невозможно найти то, чего жаждет дух. Карма йога дает рецепт освобождения. Работа. В одной книге знаменитый йогин дает такой совет, чтобы стать просветленным, ученик должен сойти с ума на йоге, жить ею, дышать, грезить. Чем интенсивнее практика, конечно же, тем быстрее духовный прогресс у ученика. Но есть свои трудности, неверие, отсутствие мотивации и тому подобное. Самое трудное, на мой взгляд, это реализовать свою йогическую практику на все случаи жизни, а не быть учеником йоги лишь во время упражнений. Думать как йог, как йог спать и есть, общаться и работать. Последнее, самое трудное. Обо всем остальном мы говорили в других работах. Повторю, для тех, кто не знаком с ними, диета, распорядок дня, режим сна, все это служит одной цели – сделать ученика уравновешенным. Йога – это равновесие, подчеркивают сакральные источники. Нужно спать, не много и не мало, есть, не много и не мало, работать и отдыхать также, написано в них. Но как работать с таким подходом? Что ощущать при этом? Как мотивировать себя? Будет ли работа эффективной, если придерживаться принципа золотой середины? Это очень трудные темы. В юности я не находил понятных объяснений ни в книгах, ни от учителей. Каждый велик на своем месте, утверждает один учитель в своей книге о карма йоге. Весьма уважаемый учитель. Но я не понимаю этих слов. Потому что мы с ним из разных миров. Он из Индии, из кастовой страны, а я мы все, воспитанные под влиянием Запада, далеки от этой системы. У нас нет мест, нет каст. Мы рождаемся в обществе, где поощряется поиск своего места, успешной карьеры, власти. В университете мне читал лекции очень уважаемый профессор, который полжизни искал себя, был то художником, то кем-то еще. Видимо, его поиски продолжились, так как теперь я его часто вижу по телевизору, в роли политического эксперта. А когда он говорит, титры поясняют, что это консультант президента. Я знаю удачливых бизнесменов с дипломом медика, чиновника, с образованием винодела. Да и у вас, я уверен, найдется масса примеров такого же сорта. Кто мы? Какой касте мы принадлежим? И вообще, есть ли касты на данный момент в западном мире? А если есть, каковы они? Вот вопросы, на которые мы должны ответить. То, что все хотят денег, власти и известности, не стоит оспаривать. Но люди понимают по-разному значение богатства и власти. Что для человека власть и деньги? Думаю, в ответе кроется тайна его предназначения, его касты. Для одного власть и деньги, это чисто материальное явление, для другого все это тоже приятно. Но деньги и власть в первую очередь ассоциируются с возможностью реализации своих игр страстей. Для третьего, возможность реализации своих идей. Поясню на примере. Мы говорили с двумя моими друзьями лет 10 тому назад, как раз об этом. Один принадлежит к первой группе и говорил, что разбогатев, построит классный дом, даст образование детям. Разбогатев, он так и поступил, живет в очень красивом доме, по сути, ничем страстно уже не занимается. Конечно же, участвует в каких-то бизнесах, но так, лениво, осторожно. А вот второй, помню, дал отличное определение того, чем являются власть и богатство для него. Можно приобрести много душ, сказал он. Он наслаждается от власти как таковой. Дом, красивый бассейн, ему тоже нужны, как и первому, но ему важнее другое, то, что он властен над подчиненными. Что волен наказывать или миловать. Кстати, он тоже нашел свою мечту, менеджер в большой фирме, правит железной рукой. Мужчины его боятся, женщины домогаются. Вот яркие примеры разных каст. Первый, вайша. Второй, кшатрий. Согласно легендам из Вет, когда бог создавал человечество, из своих рук он создал кшатриев, из бедер создал вайш. В одних больше энергии, в других массы. Поэтому и богатство для них нечто разное. О шудрах, самой низкой касте, о тех, кого бог создал из своих пяток, мы говорить не будем. Думаю, ни один шудра не станет читать мои книги. А четвертая каста, это брамины, духовная каста. Их бог создал из своей головы. Для них богатство, это шанс вести существование, не заботясь о трудностях социума. И они видят в богатстве шанс воплотить в реальность свои идеи с большей интенсивностью. К духовной касте, наверное, принадлежал третий участник того разговора. Я. Помню, тогда я сказал, что если в мои руки попадут деньги, я организую школу йоги виртуальную. Увы, в сравнении с моими друзьями, я лишь частично реализовал свои замыслы, в скромных масштабах. И, пользуясь случаем, хочу еще раз уже на страницах этой работы, поблагодарить нескольких моих учеников, друзей, всячески помогающих в моем деле. Без их помощи было бы очень трудно. Вот так просто можно определить, к какой касте вы принадлежите. Если завтра вы разбогатеете, что вы будете делать? Вернее, перефразируем вопрос, какого вида работа была бы вам по душе. Что бы вы стали делать со всеми этими миллионами? Если к вам приходят мысли вроде, снимать фильмы, писать картины, книги, организовать орден, школу медитации или что-то подобное этому, значит, вы принадлежите духовной касте. Если спокойная жизнь вам не по нраву, и без интриг вам не обойтись, если главная для вас риск, комбинация, финансовая война, и вы бы стали использовать богатство как орудие для достижения еще большей власти и богатства, значит вы из касты кшатрий. Касты воинов, администраторов, правителей. А если вы бы просто вложили эти деньги в некое безопасное дело и стали наслаждаться спокойной жизнью, богатой жизнью, то вы из касты вайшьев. Именно вайшьи и составляли основную массу ариев. В реальности не бывает так, чтобы человек был точным эталоном представителя одной или другой касты. Мы сложные существа, и наши желания многочисленны, часто противоречивы. В каждом из нас есть части всех этих каст. В нас живет и брамин, и кшатрий, и вайша, да и шудра. Но в разных соотношениях. Какая-то часть доминирует. И если несколько человек единовременно получат по сотне миллионов, то спустя пять лет точно можно будет сказать, какая каста в них перевешивает, изучив их жизни, то чем они стали заниматься, во что вложили деньги. Так вот, для человека, стремящегося к духовному совершенству, важно определить свою касту и прилагать усилия, чтобы подняться на следующую ступень, следующую касту. Йога говорит, что этот процесс растянут во времени, и каждая душа, перерождаясь, или постепенно поднимается вверх, или опускается вниз. Но все в руках самого человека, он может ускорить свою эволюцию, и в течение одной жизни дойти до высшей касты, статуса духовного учителя. Увы, реальность существует по своим законам, и работа часто становится крестом, который должен нести человек. Поскольку каст давно уже нет, а на дворе кали-юга век зла, то всеми руководят непросветленные учителя и философы, а негодяи, тем или иным образом дорвавшиеся до власти, богатства и рычагов управления. Думаю, для многих людей найти работу, которая им еще и нравится, редкость. Как должен чувствовать себя ученик йоги по отношению к работе, любой работе. Нравится она ему или нет, соответствует его касте или нет, работа является мешающим фактором для безмятежности ума, мешающим фактором для практики и духовного роста. Но фактором, который не невозможно устранить. Поэтому к работе должно выработаться особое отношение. Есть в гите гениальная фраза «Тот, кто видит недеяние в деятельности, и деятельность в недеянии, тот воистину мудрый». Действительно, начиная заниматься йогой, у вас есть возможность сменить приоритеты, акценты. То, что является важным для всех остальных, должно стать незначительным для йогина. Нет, он не отказывается, не ленится. Наоборот, он может при таком видении работать более плодотворно, упорно. Работа словно становится частью практики, йогой, карма-йогой. Видеть в бурной деятельности недеяния. И наоборот, возвращаясь домой, возвращаясь в комнату для медитации, к своим упражнениям, своим мыслям и книгам, придавать этому большее значение, чем иллюзорному миру вовне. Я понимаю, что все это звучит отдаленно от жизни, что все это не похоже на всякие пособия, вроде йога для успеха в бизнесе и прочие книжки. Но это и есть суть карма-йоги, да и йоги в целом. «Будь отстранен и спокоен», говорит учитель ученику в Бхагавадгите. «Будь холоден даже во время самой важной битвы для твоего рода, для тебя, когда ставки невероятно высоки, или смерть, или трон. Делай свои дела, не отказывайся от них, соверши то, что тебе предстоит совершить, но будь свободным от желания выигрыша, от волнения и страха проигрыша». Как это вообще возможно? Конкурировать с другими, полностью включенными в борьбу, и оставаться спокойным, холодным. Не помешает ли это карьере, успеху? Возможно ли при таком отношении продвигаться по служебной лестнице, какой бы ни был остезя ученика? Да, возможно. И тому есть много примеров. За годы переписки с моими учениками, я убедился, что не только йога помогала им в работе, но и работа помогала йоге. В принципе, все люди ищут счастья. Все ищут смысла, насыщенности бытия. Путь йоги является совершенно иным, самобытным и полным. Что я подразумеваю? Я говорю о приоритетах. Как только человек становится на путь йоги, он меняет свою даршану, свое видение мира. Во время медитации, ощутив даже маленький отблеск вечности, он с презрением смотрит на эфемерный, тающий мир физических вещей. Нет, конечно же, в этом мире нет ничего плохого. Но отвратительно то хищническое отношение, которое властвует над умами людей, по отношению к миру. Йога дает видение, особое видение, когда мир воспринимается в виде процесса горения. Время словно пламя и все, абсолютно все, существует в виде временных феноменов, с той или иной скоростью приближающихся к своему концу. Среди всего этого временного есть единственная вечная сознательная субстанция, дух. И этот дух пытается отразиться во всех эфемерных вещах, как бы скомпенсировать свое неестественное бытие. Все страдание, ибо все эфемерно, говорил Будда, говорил Патанджали. Эта временность и является самым большим злом и болью, ибо наши души, вечные по своей природе, стремятся к вечности, но не могут найти ничего вечного. Все тает, все горит, словно свеча. Все физические вещи временны. Любое обладание, по сути, является лишь иллюзией, ибо чем можно обладать среди фигур изо льда, тающих на наших глазах. Такое видение мира есть краеугольный камень йоги. Пуруша или дух, имеющий атрибут вечности, страдает в прокрите, в материи. Тело, психика, все вокруг нас, все это модификации субстанции, прокрите. Все это мыльные пузыри, которые лопнут рано или поздно. Мы любим родных друзей, мы любим себя, мы влюбляемся в свою работу, свои дела, но все это эфемерно. Все горит, все тает. Сарва-дукхам, сарва-анитим, все страдание, ибо все эфемерно. Все суета-сует, говорит йога. Люди, которых судьба не подвела к этой даршине, к этому знанию, обречены страдать. Кем бы они ни стали, чего бы ни добились, какие бы дела ни совершили, их ждет один и тот же конец. Все будет забыто, все превратится в прах. Пройдут столетия, тысячелетия, исчезнут упоминания о самых великих делах, исчезнут из памяти потомков имена, деяния самых великих правителей. Подсознательно это знает каждый. И это знание порождает дугху, невроз, страдательное претерпевание бытия. Йога предлагает сместить точку зрения, изменить даршану. Раз у нас есть этот страх, раз мы жаждем вечного, то это означает, что в нас, в наших я есть это вечное. Не нужно терпеть страх, не нужно смотреть в отражениях. Нужно познать то вечное, лишь тогда наступит покой. Невероятный покой и блаженство полноты бытия. Ибо познав то вечное в себе, мы освобождаемся от страха и за нас самих, и за наших близких. Какое физическое богатство может сравниться с этим знанием? Никакое. Но познать вечное трудно. Это процесс, растянутый во времени. И не стоит забрасывать внешние дела, ибо внешний мир живет по своим законам. Вот что говорит карма-йога. К делам нужно относиться согласно всему только что изложенному. Работать, но не быть рабом работы, рабом карьеры и жажды обогащения. Работать, словно мы играем роль. Это очень хороший пример. Помните, я упоминал об актере, который играл роль курильщика, но в настоящей жизни не испытывал тягу к курению. По этой модели можно играть роль, работать, быть мотивированным, добиваться успеха, но иметь правильные приоритеты. Быть внутренне свободным от пхала-тришны, от жажды результатов своей работы. Только такая установка дает свободу от инграмных записей. Только так можно делать дела и не отягощать себя кармически. Карма. Поговорим о карме и ее путях. Карма очень распространенное понятие. Почти все люди слышали это слово, но лишь приблизительно знают, что это такое. На самом деле понятие кармы запутано даже в самых сакральных текстах. Что посеешь, то и пожнешь. Вот суть кармы. Каждый поступок, эмоция, намерение или слово, словно бумеранг, который возвратится к нам. Чем интенсивнее зло, тем ужаснее последствия. Так накапливается черная карма. Существует внешняя черная карма, вытекающая из вороства, лжи, интриг и оскорблений, и внутренняя или ментальная черная карма, накапливаемая от скептицизма, неверия, агрессивности и зависти. Также насчет благой кармы, особую роль играет ментальное состояние, при котором свершались добрые поступки. От благих поступков, совершаемых во внешнем мире, накапливается внешняя благая карма. Но несравнимо интенсивнее ментальная благая карма, вытекающая от таких возвышенных психических состояний, как Шрадха, Верья, Смрити, Самадхи и Праджна, приблизительно они обозначают веру, решимость, знание, медитацию и мудрость. Утверждают, что платя добром за зло, мы забираем благую карму человека, как бы грабим его. И наоборот, платя злом за добро, мы отдаем накопленные на тонком уровне заслуги. Но в сакральных текстах карма и ее механизмы считаются очень трудным понятием. Пути кармы крайне разнообразны и трудно познаваемы, йога сутры. В одном месте написано, что благая карма уравновешивает неблагую. Иными словами, если поступать хорошо, то этим искупляются дурные поступки прошлого. В другом месте говорится, что благая и неблагая карма друг друга не уравновешивают, и нам предстоит страдать от наших греховных дел, сколько бы добра мы не делали. За добро мы будем вознаграждены, но страдать за содеянное зло все же придется. Приверженцы ведических ритуалов упоминают опурву, таинственную благую карму, незримую скрытую силу, накапливающуюся благодаря сакральным ритуалам. Эта опурва чудесным образом меняет судьбу. Капила и приверженцы Сангхи верили, что нет средства, лучше мудрости, Гназиса, в паре с пранаемой. Все злые дела сжигаются от пранаемы и знания пути Капилы. Приверженцы Бхакти-йоги уверены, что божественная любовь сжигает карму. Джнана-йога верит в знания и возможность изменения судьбы от философского переосмысления бытия. Классическая йога утверждает, что если у людей существует двоякая карма, белая – благая, и черная – неблагая, то у йогинов она третьего вида, не белая и не черная. Это нужно понимать так. Йогин своими медитациями накапливает высшую карму, но она не проявляется в виде богатства, фортуны и прочего, чем является благая карма обычных людей. Аккумулированная карма йогина проявляется в виде мудрости, йогической мудрости, а не игрушек этого мира. В йога сутрах подчеркивается, что карма – понятие очень сложное, запутанное и невозможное для понимания на человеческом плане. Иногда благо проявляется в виде пощечины, некой трагической случайности. Человек, не способный окинуть свою жизнь в ее высшем предназначении, думает, что случившееся – результат неблагой кармы. А на самом деле, происходившее направлено на благо. Это урок, необходимый в этом мире, похожем на школу. Так или иначе, не стоит пытаться понять нашу жизнь и происходящее в ней события с привычной, традиционной точки зрения. Подчас оценки случившегося диаметрально противоположны. О чем-то мы думаем, что это благо, на самом же деле, наши души получают от этого лишь вред. И наоборот. Наши поступки и все случающееся с нами, а также наше отношение к этому, меняет нас. Итак, мы говорили, что есть внутренний механизм, тончайшие пласты психики, называемые Корана Шарира. Еще его переводят как каузальное тело или тело причинности. Мне нравится кармическое ложе для Пуруши, такое название тоже встречается. Это то, что перерождается из одного физического тела в другое. Из жизни в жизнь, все, что вошло в органы восприятия, или что мы сделали через органы действия, наши мечты, страсти, фантазии, наши планы, страхи и надежды. Все это оставляет следы в тончайшем психическом теле в виде васан и самскар, инграмных записей. Я об этом много писал в других работах, поэтому не буду повторяться. Если читателю интересно, он может прочесть о карма самскара чакре, колесе превращения поступка в инграмную запись, а запись в новый поступок. Я об этом очень детально писал в классической йоге и психологии йоги. В этой же работе я не хочу углубляться в психологию йоги, так что не будем вдаваться в утонченные механизмы формирования кармических следов. Каждая выкуренная сигарета желает повториться, вот упрощенный механизм. Инграмные записи словно семена новых поступков, поэтому совершая поступок, мы программируем себя поступить так же в будущем. Энергия, которая проходит по нейронам в мозгу, словно вода, которая проходит по земле, оставляя след. Следующий раз, когда пойдет дождь, энергия потечет по тому же руслу. Снова и снова, пока русло не станет каналом. Теперь возникает вопрос, если человек живет агрессивно или алчно, что же в этом плохого? Он победил своих врагов, разбогател, что в этом плохого? В будущем инграмные записи толкнут его к тому же поведению. Дело в том, что инграмные записи, существующие в тончайшем каузальном теле, формируют три аспекта будущей жизни, воплощение души, форму рождения, длину и опыт. Так что, если человек соткан из грубости, он воплощается в ситуацию, где вокруг грубость. А если он гоняется за богатством, это ему удается раз в несколько воплощений. Сколько вокруг вас людей, посвятивших себя бизнесу, стремлению к наживе? Очень много. А сколько тех, кто достигли успеха? Единицы. Мне это представляется вроде некого нескончаемого аттракциона, очень и очень печального, полного боли и несчастья. Лотерея, один выигрыш и много, очень много проигрышей. Нет, йога не пессимистическое учение. Жизнью можно наслаждаться. Но только освободившись от пут кармы, от иллюзии или майи. Лишь те души, которые вспоминают себя, свою божественность и освобождаются от путей кармы, лишь те видят суть, и лишь они могут действительно насладиться этим аттракционом. При этом они получают удовольствие иного рода от всего танца субстанции. Они в некие удачные моменты. Для них созерцание бытия не связано с ролью, которую они играют в социуме. Они смотрят свои личности, словно театр, словно фильм. Вы же не отбрасываете фильмы, где главный герой беден или неудачлив. Фильм интересен своим сюжетом, а не тем, какую социальную ступень занимает главный герой. А остальные, обычные люди, кем бы они ни были, полны боли, страха и разочарования. Это и есть дугха, то, от чего нужно освобождаться согласно йоге. Ученик, углубляясь в йогу, постепенно избавляется от этого страдания. Но он видит других, полных духи, помнит, как страдал сам. Такой просветленный не может насладиться своим новым видением бытия, видя боль других существ. И вот такая окрыленная душа начинает помогать другим. Помогать, не строя больницы или засевая поля. Голод нельзя уничтожить, ибо такова постановка, таковы реквизиты мироздания. Мир существует по неким своим законам, и есть хищники, и есть те, кого они едят для выживания, и все это невозможно изменить. Такова природа-субстанция, такова прокрити. Должна существовать бедность, чтобы существовало понятие богатства. Просветленный помогает людям иначе, он отдает им мудрость, и их боль исчезает. Кем бы вы ни были, на какой стадии ученичества не находились, параллельно с медитациями, дыхательными упражнениями и прочим, составляющим обычную йогу, вы должны включиться в некое дело, начатое давным-давно. Если бы первый же просветленный погрузился в океан нирваны сразу же, не принеся этой мудрости в мир людей, то это знание так и осталось бы тайной. Мудрец Капила, обретя знание, увидел мир, погруженный в скорбь сансары, и изложил учение своему ученику. Так же поступил Будда. Сколько их было, этих людей, которые передавали мудрость, словно факел сквозь время и пространство. Иногда огонь-газ, но появлялся новый человек, который складывал головоломку, услышанное там, изученное здесь. Экспериментировал, тратил жизнь и, снова обретал знания, снова добывал этот чудесный огонь. Вместо того, чтобы уйти, он оставался и учил. Это, по моему мнению, и есть истинная карма йога. Это и есть целокупность мира, о которой говорится в гите. Это и есть суть бодхисаттв, просветленных буддистов, отказывающихся от личного блаженства, погружения в нирвану и терпящих жалкое, нищенское существование бродячих учителей. Это архетип любого просветленного учителя, служащего людям. Мир, ослепленный невежеством, платит высокомерным презрением этим людям. Жрецы, использующие религию в качестве рычага для власти, часто убивают их. Императоры подвергают их гонениям. Обычные люди встречают с непониманием, враждебностью. В самом лучшем случае их считают чудаками. Но такую работу нужно делать, в первую очередь для себя самого. Вот суть карма йоги. Когда в гите говорится о работе ради целокупности мира, то подразумевается именно такая работа. Поддерживать огонь знания, зажженный в незапамятные времена мудрецами древности, это один из условий приобщения к этой мудрости. Часть практики йоги. И чтобы ваша практика была гармоничной, вам придется ухаживать за этим огнем, божественным огнем. Вам придется стать в эти ряды. Как, это уже детали. Это будет параллельная работа. Вы будете совершенствоваться, и чем мудрее будете становиться, тем результативнее будет вклад в целокупность мира. И наоборот, чем больше вы будете жертвовать своего времени и сил, тем больше мудрости будет даровано вам. Если вы погрузитесь в йогу, то будете должны тем учителям, кто принес этот огонь в наш мир и посвятил себя тому, чтобы этот огонь дошел до вас. Дошел и осветил, согрел. Вивикананда, приехав в Штаты, читал лекции во многих местах. На Диком Западе были случаи, когда лихие ковбои, не понимающие, кто этот индус и что он говорит, стреляли поверх его головы. Ну, чтобы показать свою крутость, чтобы посмотреть, хладнокровен ли этот человек. А он читал лекции. И среди масс находились единицы, которые включались. Кто-то записал его лекции, другие помогли с изданием. Кто-то заинтересовался по эту сторону океана, перевел на русский. И, наконец, ко мне попал экземпляр, неполный, перепечатанный на машинке. Я благодарен всем в этой цепочке и ему, великому с вами, родившемуся в семье принца и запросто способного стать очередным бизнесменом или раджой, но пожертвовавшим свою жизнь, ставшим бродячим проповедникам. И тем, кто помогал ему. И великим умам Запада, изучившим санскритские источники и сделавшим бесподобные переводы. Благодаря им знание пришло к нам. Вот во все это вы и должны включиться. И нести огонь дальше, к людям вокруг вас. Они подавлены болью, страхом и отчаянием. Кем бы они ни были, какую социальную ступень не занимали, они испытывают дукху, ибо их ждет старость, смерть и страх небытия. И лишь духовность, лишь знание о бессмертии духа способно побороть эту дукху. Нет иного лекарства. И никогда вам не обрести полноценной нирваны, если вы не отдадите долг, не внесете свой вклад. В этом ваша карма, карма каждого йогина. Но не нужно ждать, не нужно ждать просветления, и лишь потом приступать к распространению божественного огня. Это параллельный процесс. Практика, изучение, обучение. Кем бы мы ни были, идеалистами или материалистами, во что бы ни верили, сердцем мы ощущаем, что в космосе, в природе должна существовать некая справедливость. За добро должно воздаться добром, за зло злом. Этот принцип и есть принцип кармы. Что посеешь, то и пожнешь. Если вокруг нас нет примеров, указывающих на неотвратимость этого механизма, и мы видим злых, алчных и низменных людей, преспокойно живущих без ударов судьбы, то это лишь от того, что время между причиной и следствием, между посевом и урожаем, длиной в жизнь, или, по крайней мере, в десятилетие. Но йога также утверждает, что при очень большом зле, или наоборот, интенсивности доброты, результат появляется скоро. Считается, что нет большего добра, чем распространение света знания, духовного знания. Многие священные тексты заканчиваются этим. Лучше физических жертв, жертва мудростью, лучше любых добрых дел, добро от просвещения других, от зажения в их душах искры духовной мудрости. Это добро существует в иной плоскости, чем обычное. Вы можете дать другим еду и утолить их голод, можете напоить и утолить жажду. Но голод или жажда возникнут вновь. А духовное знание, словно та вода, утоляющая жажду навсегда, о которой говорил Иисус. Вы можете принимать участие в строительстве больницы, и это очень и очень хорошо, но заботясь о душевном здоровье, вы доставляете миру гораздо больше добра. Почему я начал обо всем этом говорить, и зачем все эти сравнения? Дело в том, что, как утверждает философия йоги, мудрость и совершенство, некий дар, который получает всякий, принимающий участие в распространении мудрости. Шанкара утверждал, что поступки карма-йоги являются добром такой интенсивности, что очищают человека от грехов прошлого, от чего его ум проясняется, и он обретает мудрость. Чтобы сбалансировать сухой стиль изложения, расскажу вам несколько историй. Первая из работа Кутагавы об ученике, который учился у обманщика. Учитель несколько лет держал ученика у себя, как гуру, и принуждал заниматься домашними делами. А тот безропотно, с верой исполнял свои обязанности. Наконец, время закончилось, и учитель потребовал от ученика, чтобы тот забрался на дерево и, отпустив ветку, полетел. Лже-гуру думал, что тот испугается, и этим даст повод ему оправдать себя, почему ученик не получил обещанного знания. Но ученик поднялся на дерево, отпустил ветку и полетел. Он обрел знания из-за своей настойчивости, терпения и жертвенного служения, и не имеет значения, что учитель был обманщиком. Ученик обрел знания, ибо знания мы получаем изнутри. Спадает пелена, и дух познает самого себя. Точно такой же рассказ, только уже из Упанишат, рассказ о мальчике, который был из низкой касты, но попросился в ученики. Его приняли, но поскольку он не имел ничего для жертвенного дара учителю, учитель назначил его присматривать за стадом коров. Стадо было маленькое, но ученик относился к поручению со всем рвением, и спустя годы стадо стало большим. А ученик был отблагодарен, нет, не учителем. С ним начал говорить огонь, птицы, животные. Иными словами, мудрость пришла к нему. Это и есть суть карма йоги. В гите говорится, что разные люди приносят самые разные жертвы, и просят самые разные просьбы у тех или иных богов, полубогов, духов. Но все эти просьбы, если они бывают услышаны и удовлетворены, удовлетворяются высшим духом, единым во всех существах. Жертвоприношение – это основа всего. Я не подразумеваю ритуал как таковой. Ритуалов бесчисленное множество. Я говорю о сути жертвоприношения. Нужно посеять, чтобы пожинать, нужно во что-то вложить энергию, чтобы получить отдачу. Мы все, находясь на разных ступенях духовной мудрости, мы все стремимся к этой мудрости, ибо нет предела, нет потолка. Даже Кришна, в следующем томе Махабхараты, не может ответить на вопрос ученика, не может повторить то, что говорил до того, и чем является гита, ибо оказывается, в прошлый раз Кришна был в просветленном состоянии ума, и поэтому обладал мудростью, а в этот раз его ум затянут неведением. Даже Христос ощутил, что Господь оставляет его, в ночь перед тем, как его поймали римляне. Так что, ни в одном человеке нет всезнания, каждый обладает той или иной степенью мудрости. Некоторые посвящают знанию всего себя, другие задаются вопросом о смысле всего пару минут в своей жизни. Но и те, и другие, и святые, и грешные, и просветленные, и погрязшие в материализме, все жаждут мудрости. Вся разница в жертвоприношении, в количестве той силы, энергии и времени, которые каждый из нас пожертвует для достижения мудрости. И вот карма-йога как бы раскрывает секрет. Это сложный момент, но постараюсь как-то прояснить. В мифологии описано, что Прометей обманул Бога. Вернее, не обманул, а изменил ритуал жертвоприношения. Раньше Зевсу отдавали всю жертву, все жертвенное животное. А Прометей научил людей, что можно отдавать часть, а часть оставлять себе. Карма-йога предлагает нечто подобное. Те же действия, та же жизнь, но с иной установкой, с другим приоритетом. И совершенно обычно живущий человек достигает больших результатов, чем тот, кто живет в пещере, отшельником. Расскажу пример, который приводит Вивикананда в своей книге. Разговор о ягине, занимающемся медитациями в уединении. Он достиг некоторых результатов и возомнил о себе многое. Однажды, когда он медитировал в лесу, на его голову упали листья. Виновата в этом была птичка, и медитирующий поднял на нее разгневанный взгляд, отчего птица умерла. Еще раз напомню читателю, почему йога так бескомпромиссно проповедует ненасилие и отсутствие агрессии. Мистические силы, даруемые йогой, могут быть опасны для окружающих ученика людей. Даже обычный спор или гнев, вовремя не проконтролированный с его стороны, могут стать причиной болезни и несчастье для тех, кто оказался жертвой этого неуравновешенного ума, усиленного медитационной практикой. Кстати, верно и обратное, йогин лечит и вливает силы, долголетия в своих близких одним, лишь своим присутствием и любовью. Вернемся к нашему рассказу. Герой, убедившись в своем могуществе, становится еще заносчивее и высокомернее. Однажды он встречает простую женщину, которая не уступает ему дорогу на тропинке. В нем уже начинает вскипать гнев, когда незнакомка смело поднимает глаза и говорит, что она не бедная птичка и вряд ли ее будет так же легко сжечь. Наш герой изумляется, он не понимает, как эта обычная женщина смогла прочесть его мысли и его прошлое. Он задает ей вопросы, но та отсылает его к своему учителю. Учитель оказывается противоположностью того, что вообще в Индии принято считать стереотипом гуру. Это человек из низкой касты, полуграмотный, работающий мясником на рынке. В стране, где большая часть населения вегетарианцы, мясник – нечто весьма и весьма отдаленное от духовности, так что наш герой просто ошарашен. Он все же просит мясника рассказать его секрет. И тот раскрывает секрет. Он с детства честно исполнял свой долг и жил соответственно с теми обстоятельствами, которые выпали на его долю. Его никто не учил священным книгам, да и времени у него на них нет. Он заботится о старой матери, покупает ей дорогостоящие лекарства и для этого много работает. Он работает честно, упорно и много. Нет, ему не нравится его работа, но он ее и не презирает. Перед сном и сразу после сна, он произносит молитву. Вот и все, вся его духовная практика. Но из-за его дел, из-за того, что он исполнял свой долг так тщательно, ему была дарована мудрость, которой он и делится с нашим героем. Он раскрывает высшие истины. Вивикананда добавляет, что изложенное этим мясником является частью одной из книг Махабхараты. Чтобы понять смысл вышесказанного, мы должны вспомнить, что йога, упражнения и медитации не имеют никакой ценности сами по себе. Их единственная ценность, то, что они ведут к духовному прогрессу. Занозу вынимают занозой, клин клином вышибают. Вся ценность практики в том, что с ее помощью преодолевается неведение. В таком ракурсе карма йога и ее подход ничуть не отличаются от раджа йоги и ее подхода. Йога – это искусность в действиях, формулирует Гита. Наверное, из всех текстов, Гита лучше и полнее передает суть этого феномена. Исполнять свои обязанности, не заботясь о воздаянии, это такая же аскеза, такой же тапос, как обливание холодной водой, пост или укращение своего интеллекта. В одном месте Гита утверждает, что учение, излагаемое ученику, – нечто принадлежащее воинской касте. Видимо, в древности среди ариев существовало два подхода. Один – распространенный среди духовного сословия, более интровертный, ориентированный на уход из мира, отшельничество и мистицизм. И второй – распространенный среди правящего воинского сословия, более экстравертный, подразумевающий деятельность в миру. Джанака – легендарный царь, достигший мудрости, несмотря на свой трон, прозванный бестелесным из-за своего отношения к миру, к делам, к своим обязанностям. Вот идеал. Вот к чему призывает Гита. Можно и даже нужно оставаться в этом мире, ибо работа для блага мира, для целокупности мира – это шанс, это сегмент духовной практики. Мир – это не сновидение субъективного идеализма, нет. За каждыми глазами существует дух, томящийся, заключенный в оковы плоти. Другие существа – это не порождение нашего воображения. И помогая другим, в принципе, мы помогаем самим себе, ибо дух есть дух. Не буду вдаваться в схоластику, един ли этот дух, или их множество. Это неправильный вопрос, из того типа вопросов, на которые Будда отвечал молчанием, ибо слова все равно не смогут ответить адекватно. Но здесь разговор не о логике, а о видении. Видение мира, как проявление духа. Видение других существ в их высшей ипостаси. Все эти святые бодхисаттвы, любящие других и работающие для их блага, все они имели именно этот вид вид видение. Вирадж – бог, проявленный в людях. Что означает служение богу, служение этому высшему духу? Конечно же, это не бессмысленное шептание мантр или пение на киртанах. Мантры и киртаны – это проявление конкретной религии. Хотя, я думаю, если у человека есть потребность в религиозности, лучше ему следовать религии, своей страны и культуры. Но я задаю вопрос в ином аспекте. Как служить высшему духу? О каком служении идет речь в Гите? Я думаю, разговор о распространении знания. Многие упанишады, да и сама Гита, подчеркивают огромное значение такой деятельности. Распространение знания – это ведь и есть служение в самом высшем значении этого слова. Мы не знаем, был ли золотой век в реальности. Почти все религии утверждают, что был, хотя наука не нашла неопровержимых доказательств. Но для нас не важно, был ли этот совершенный век на земле или упоминание о нем – некая матрица для следования. Так или иначе, золотой совершенный век – это бытие общества, структурированного для единственной цели – сохранения и распространения знания. В центре просветленные учителя, носители знания. Они освобождены от всего иного и посвящают себя мудрости. Вокруг них – круг защитников, тех, кто противостоит грубому миру, кто оберегает общество от врагов, внешних и внутренних. Вокруг само общество – общество благородных, возвышенных людей, вдохновляемых первыми и оберегаемых вторыми. А весь остальной мир – это мир людей, не интересующихся духовным. Таково предание о золотом веке. Так смотрели на вселенную древние, и неважно была ли вся земля такой, или так жили именно они, в определенном пространстве и времени. В ведах описано такое общество, как совершенное. На данный момент, вокруг нас Калиюга – век зла, железный век. Вместо мудрецов – мошенники. Вместо охранников – охотники, охотящиеся на тех, кого должны охранять. И, как будто все кажется мрачным и безысходным, точно как на той битве, в Гите, когда ученик окинул взглядом предстоящее поле битвы, руки опускаются. Главная мысль карма йоги – сражаться, несмотря на предполагаемый результат. Не думать о победе и поражении, не думать о результате, о плодах. Действовать, несмотря на кажущуюся абсурдность. Помню в одном фильме, есть такая фраза, если ты с верой совершаешь действия, даже бессмысленные, например, ежедневно наливаешь в стакан воду и выливаешь, веря, что этим что-то изменишь в мире, то ты действительно изменишь. В этом выражена суть карма йоги. Весь секрет, чтобы цель и средства были едины. В карма йоге цель является средством, и наоборот. Работать ради блага мира. Не потому, что миру что-то нужно от нас. Нужно скорее нам самим. Работая для блага мира, мы очищаем саттву и получаем в награду мудрость. И чем больше сил мы вкладываем, тем больше мудрости даруется нам. Не нужно ждать, пока в мире наступит золотой век. Это идеал, и мы все должны воплотить этот идеал в реальность. Работа для этой цели и есть цель. Карма йога. Вы должны ощутить в себе вашу касту, в качестве кого вы принесли бы больше пользы делу. Что нужно изучать и распространять, кого нужно оберегать и финансировать, это по вашему усмотрению. Тут разговор не о новой или старой секте, не о религии или школе. Так или иначе, это ваша практика, ваш путь и ваша жизнь. Все изложенное вы должны делать не потому, что так поступать правильно или предписано. Нет, это часть практики, практики йоги. Дыхательные упражнения, асаны и медитации, это одна часть. А изучение, распространение и жертвование, иная часть, называемая карма йогой. Могут ли эти сегменты осуществляться отдельно? Да, конечно могут. Но трудно быть бездеятельным в полной мере, говорит Гита. И действительно, начиная практику, человек как бы оказывается в двух разных мирах. Один мир, тот, в который он пытается вступить путем медитаций, упражнений и чтения соответствующих книг. И другой мир, мир работы, мир социальных отношений. Карма йога предписывает жертвы частью этого другого мира, временем, энергией, средствами для того, духовного мира. При таком отношении, можно менять установку к обогащению, власти, карьере. Важен акт, а не факт. Важен настрой, важна установка. Одно и то же действие, имеющее разную внутреннюю мотивацию, оставляет совершенно разные инграмные отпечатки. В этом и состоит главная тайна карма йоги. Труд, повседневная деятельность превращаются в часть практики, вроде пранаям и медитаций. А материальный достаток, власть и влияние прекращают быть самоцелью, превращаясь в инструмент служения высшей цели. Напоследок, хочу сказать пару слов о своем видении перспектив будущего золотого века, века праведности. Все мировые религии ожидают его и ожидают примерно в наше время. Как же он может осуществиться? У всех популяций живых существ есть некое массовое бессознательное, некий общий интеллект. Вспомните стаю журавлей, летящих в одном направлении и моментально сворачивающих в другую сторону. Таков для меня образ человечества. Еще не существовало такого времени, еще не было такой свободы информации и коммуникации. Предпосылки существуют. Остальное — лишь за подсознательным желанием. Это может случиться очень быстро. Люди просто станут структурироваться вокруг духовности. Это может вспыхнуть, словно цепная реакция. В дело включатся все новые и новые силы. Не будет новой секты или возрождения старой, ибо имена разобщают людей. Не будет новой религии, ибо это не потерпят старые. Все может случиться очень и очень быстро. И я думаю, это случится в интернете, где нет границ и цензуры. Каждый из нас связан с остальным миром, мы можем не только учиться сами, но и передавать, распространять мудрость. По идеалу карма йоги, работая, потому что это и есть харма, долг в высшем понимании. Миру ничего от нас не нужно. Это надо нам самим очищаться, пытаясь помочь миру. Удачи нам всем в этом благородном стремлении.